Здравствуйте, друзья! С вами психолог Полина Бодичелли. В этом видео я хочу рассказать о наших потребностях. Я часто встречаю даже в статьях профессиональных психологов такие выражения, как потребность в подчинении, потребность в страдании, потребность в жертвы. И мне хочется альтернативную информацию дать, потому что, на мой взгляд, это неверное употребление термина потребности. Вот вышеназванные потребности на самом деле потребностями не являются. Я думаю, причина в том, что после слова «потребность в» в принципе можно подставить что угодно, хоть в катании на кольных лыжах, и звучит вроде бы логично. Однако не стоит путать желания и потребности. Желания — это индивидуальные идеи или способы удовлетворения потребностей, в то время как сами потребности — это универсальные условия для счастья и развития. Например, желание славы не является потребностью, но является способом удовлетворения одной из потребностей. То есть это тот способ удовлетворения потребностей, который человеку представляется верным, сознаёт он это или нет. Зачастую за желанием славы стоит потребность во внимании. Но это также может быть и потребность в признании. Желание может быть как здоровым, так и невротическим. Невротический способ удовлетворения потребностей или невротическое желание — это когда мы на самом деле не получаем этого удовлетворения. То есть этот способ является просто неэффективным. Невротическое желание славы — это неверный способ удовлетворения потребности во внимании, потому что когда у нас актуализируется потребность во внимании, нам на самом деле нужно внимание от какого-то значимого человека к нашему внутреннему состоянию, к нашим чувствам, к нашему внутреннему миру. И когда мы обращаем эту потребность к толпе, сборищу незнакомых людей, какова вероятность, что мы получим это то именно внимание, которое удовлетворит нашу потребность, как бы что нас кто-то заметит, заметит наше состояние и останется неравнодушным. Вероятность практически равна нулю, потому что также и мы должны этого человека считать значимым, и его эмпатию должны считать чем-то очень значимым. В толпе незнакомцев тоже может оказаться человек, который проявит эмпатию, но эта эмпатия не удовлетворит нашу потребность, а лишь кратковременно так обезболит нашу вот эту боль от того, что внимания нам не оказывается. То есть такое невротическое желание слабы — это когда человек вместо того, чтобы искать внимание в близких отношениях, по какой-то причине поворачивает свое внимание на мир и пытается от мира добиться то, чего на самом деле хочется от близких людей. В таком случае, если он получает вот эти вот дозы внимания, которые доставляют ему удовольствие и обезболивают, он становится от них зависим. Если количество внимания падает или восхищение публики сменяется порицанием, такая реакция общественности может быть очень болезненной для человека, если у него вот такая не совсем здоровая мотивация к славе. А вот здоровое желание популярности может быть выражением потребности в признании, способом сделать востребованным свой продукт, услугу или какое-то творчество. То есть нет внутренней привязки себя к вот этому продукту и творчеству, и вот этого чувства, что мое творчество — это я, которое вот нуждается во внимании. Нет, мы понимаем, что мое творчество — это мое творчество, оно должно удовлетворять каким-то потребностям людей. И в таком случае, даже если продукты или услуга не столь популярны, человек может относиться к этому спокойно, пробовать разные стратегии продвижения, ждать, откладывать результат и не будет воспринимать непопулярность своего продукта как отвержение себя миром, не будет принимать это на свой счет. То есть вот это здоровый способ удовлетворения потребностей в признании. Теперь давайте поговорим о том, какие вообще потребности бывают. Существуют разные классификации. В основном делят потребности на первичные и вторичные. К первичным относятся все потребности нашего тела плюс потребность безопасности. То есть это те потребности, удовлетворяя которые, мы перестаем быть в режиме выживания и переходим в режим комфорта и также при желании в режим развития. Если у нас не удовлетворены какие-то из потребностей нашего тела или потребность безопасности, то потребности вторичные, они тоже присутствуют, но они менее актуальны, потому что когда я хочу есть, мне сложно фокусироваться на потребности в признании. Мне важнее вот сейчас прямо поесть. То есть вторичные потребности, они тоже существуют, но они не так актуальны, потому что первичные всегда актуальны, поэтому они и называются первичные. А вот вторичные потребности гораздо интереснее звучать с точки зрения психологии, потому что там все, их очень много, они разнообразны, и они сколь индивидуальны, столь и универсальны. Их тоже можно разделить на две категории. Это потребности контакта, то есть социальные потребности, те, которые мы можем удовлетворить только при помощи других людей. И вторая категория — это потребности развития, и их еще называют потребности «я». И потребности развития, они находятся в наших руках, и другие люди, вот конкретные, нам не нужны, но, конечно, нам все равно нужен социум для их удовлетворения. Если первичные потребности, физиологические и потребность безопасности, их легко очень обнаружить благодаря совершенно конкретным индикаторам, таким как чувство голода, сонливость, сексуальное напряжение, тревога при небезопасности, то отслеживание вторичных потребностей требует большей чуткости к внутренним процессам. Для отслеживания потребностей, относящихся к собственному «я» или потребностей развития, у нас существуют такие индикаторы, как скука, интерес, восхищение, зависть и также тоска. Про эти индикаторы будет мое следующее видео. Индикаторами же потребностей, связанными с контактом, то есть социальных потребностей, являются такие чувства, как обида, грусть, ревность, гнев, а также все те же самые интерес, скука, тоска, восхищение и зависть. Итак, подведем итог. Я еще не сказала про самые высшие потребности, но сначала давайте подытожим все вышесказанное. Потребности можно разделить на первичные и вторичные, а также на потребности «я», потребности развития и потребности контакта. К первичным мы относим физические потребности и потребность в безопасности, а к вторичным мы относим потребность в саморазвитии, потребность в познании, эстетическую потребность. И это те потребности вторичные, которые относятся к «я», а потребности вторичные, которые относятся к социальным, их очень много. Это потребность быть нужным, потребность быть принятым, любимым, потребность быть значимым и важным, потребность в эмпатии, то есть в эмоциональном контакте, потребность в надежной близкой связи, то есть регулярном времяпрепровождении друг с другом, потребность в обнимании, потребность в физической ласке, потребность в уважении, потребность в похвале, то есть одобрении и благодарности, потребность в заботе, в моменты недееспособности или усталости. И потребность принадлежности к какой-то группе или к семье. И вот особняком от всех этих потребностей стоит потребность в признании и потребность в самоактуализации. На мой взгляд, потребность самоактуализации является как бы смешанной, она одновременно и потребность контакта, и потребность развития. То есть мне нужно развиваться, но мне нужно обязательно развиваться так, чтобы от этого выигрывал социум, от этого становилось лучше другим людям. То есть я хочу давать миру лучшее через раскрытие своего потенциала, и это должно приносить пользу другим людям. Потребность в признании на самом деле очень похожа на потребность самоактуализации, но за ней стоит именно такое желание, чтобы другие люди все признали, что я ценный. Потребность как бы в признании собственной ценности, компетентности, профессионализма. У детей и подростков также есть потребность в объектах идентификации или, проще говоря, в каких-то наставниках. У взрослых людей эта потребность уже не так актуальна. Узнали ли вы что-то новое о потребностях? Согласны ли с тем, что я сказала? Пишите комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Полина Боттичелли. Всего вам доброго!